Формат дискуссии в зале СМГ уже становится традицией. В этот раз по одну сторону журналисты и общественность, по другую мэр города и его заместители. Тем для обсуждения множество, в том числе и общественный транспорт, который порой сильно изношен и которого не хватает. По поводу пуска трамваев на Павловском тракте, в связи с тем, что там загрузка сейчас большая идет от районов к новым районам, возводятся дома, насколько эта идея перспективна, реальна. Оказывается, такую перспективу закладывают и в генеральный план города. Но на воплощение идеи требуются большие средства. По словам представителей мэрии, только на строительство одного километра трамвайных путей понадобится 100 миллионов рублей. А ведь нужно еще реконструировать саму улицу. Придется даже снести несколько зданий по советской армии. Такой большой глобальный вопрос. Он интересен для города, он интересен для развития ГЭТ. Но стоимость реализации понимаете какая. Решить вопрос пассажироперевозок, что называется комплексно, должна новая схема движения общественного транспорта. Ее недавно разработали и приняли в мэрии при участии ведущих специалистов в этой области. Она предполагает изменение маршрутной сети, в том числе в новых городских кварталах, а также обновление подвижного состава. Вот только реализовать схему в самое ближайшее время на 100% не получится. До ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Ленина принять и переименить эту схему на сегодняшний день не представляется возможным. Базовая схема предполагает под собой в первую очередь обновление подвижного состава и значительные вливания средств. Средства в данном случае предполагаются бюджетные. То есть, если говорить о цифрах, полное обновление подвижного состава и запуск новой схемы требует вливания дополнительных 4 миллиарда. Но на общественный транспорт в городском бюджете уже стали закладывать больше средств, говорят власти. Если пару лет назад эта цифра составляла 250-300 миллионов рублей, то сейчас 400. Пожалуй, главная задача – сохранить электротранспорт как самый экологичный и популярный у населения. Впрочем, не менее важно создать муниципальное автобусное предприятие. Ведь, по мнению властей, социально значимые направления движения надо финансировать из городского бюджета. Кстати, глава администрации города Вячеслав Франк считает, что пассажироперевозки – одна из важнейших городских проблем, в отличие от того же озеленения. Тему тоже обсуждали на дискуссионном клубе. Вообще, социология города Барнаула говорит, что зеленые зоны не настолько актуальны. Это, по-моему, седьмой или восьмой вообще вопрос при опросе жителей города Барнаула. Вот у нас перекат немножко, знаете, вот транспортная схема, но я бы ее отметил как приоритетную проблему в городе Барнауле. Именно приоритетную проблему. О других приоритетных задачах Барнаула, которые затронули на дискуссионном клубе, а именно генплан города, программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, городские парки и проблемы родителей и школьников, расскажем в ближайших выпусках новостей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов.